Приветствую вас, давайте разберём о вопросах, которые вы задаёте. Агрессия бывшего мужа в мою сторону. Три месяца назад осталась у него как месяц другая женщина. У нас немовщий ребёнок, я ему не звоню, пишу только прибирку, в основном всегда это конфликты. Чувства у меня к нему остались, но пришлось разойти, так как ему всегда казалось, что за углом дрова зеленее. Плохого ему ничего не делаю, когда звонит злость в нём выше крылья, соответственно и я слёз. При встречах, их было три, избегают, в глаза не смотрят. Пацаник говорит, что у него с ней всё серьёзное, хочет забирать ребёнка, ночевать в ней, но я против, так как он маленький. Как наладить с ним контакт, как себя вести, мне 34, ему 43, другой женщине 40, есть ребёнок 8 лет. Смотрите, во-первых, расставание с мужем, да, не совсем понятно, был ли развод у вас, да, ну то есть развелись ли вы, не совсем это понятно, не совсем это очевидно здесь. Вот. То есть если вы просто расстались, но не развелись, вот, то в этом смысле, вполне может быть такая история, что и у него, и у вас, да, есть вот какая-то типа надежда. Ну, надеждая на то, что вот ситуация может как-то исправиться, да, что вы садитесь, поэтому тут может быть оставаться в этом смысле. Но в любом случае, если вы сейчас расстались, если вы сейчас не вместе, вот, то я бы сказал, что вам имеет смысл прожить эту, ну, болезненность, которая у вас имеет место быть, которая у вас имеет место быть. То есть именно вот. Эээ, трамп, спрашиваю вам, помысл, у вас сейчас, вот, это трамп получается есть, вот, вы сейчас эту трампу, получается, переживаете, вот, ну, в том числе, да, и через, через злость. То есть вот. То, что вы излились на своего, ну, мужа. Это следствие, следствие травмы от расставания. Поэтому я думаю, что, эээ, начать здесь нужно именно в проживании травмы. Второй момент, вы говорите о том, что он злится, соответственно, с друзья, почему вы злитесь. То есть вам нужно взять ответственность за то, что вы испытываете злость, потому что, эээ, ну, как бы, злость, она ваша, вот, а, в первую очередь. И вам важно видеть, как она появляется, как появляется злость. Вам важно это видеть. Потому что, если, по какой-то причине, вы не видите, не замечаете того, что, ну, как вот, у вас образуется злость, так скажем, вот, то, естественно, эээ, отношения с мужем, да, коммуникация с ним, эээ, не, ну, не получится. Вот. То есть злостью, злостью могут быть, как раз таки, не прожитые вами, вот, эмоции, да, не прожитые вами, эээ, чувства, вот, то, что, не отпустили человека, да, вот, не проплакали его, ну, вот в этом смысле, эээ, его уход и так далее. Дальше. Вы пишите о том, что, как себя вести, да, и, соответственно, вот, здесь нет в этом смысле цели. То есть, как себя вести, чтобы что? Чтобы не злился он, ну, вряд ли, вряд ли вы за это в этом смысле ответственны. То есть, вы не отвечаете за его власть, вот, и вы не можете это изменить. Поэтому, если мы говорим вот именно про то, как вам себя вести и про то, как наладить с ним контакт, то нужна цель. То есть, как наладить контакт, чтобы что? Чтобы что? Что нужно вам в этой ситуации? Вы говорите, что у вас остались чувства к нему. И, опять же, здесь важен такой момент. Ваши чувства к нему, да, вот они, ну, можно ли говорить о том, например, что это, допустим, любовь, да, то есть, ну, ваши чувства к нему. Или это нечто другое, какие-то другие, например, потребность к нему, привязанность к нему, обида и так далее. То есть, это вот то, на что нужно обратить вам свое внимание. Потому что сейчас, как бы, это не совсем понятно. Да, то есть, вы говорите, что чувства у вас есть. Вот. Какого рода это чувства? Не совсем. Очевидно, вы говорите, что вы злитесь. Вот. А как бы, что конкретно в данном случае вызывает злость? А также вы, ну, либо не знаете, либо вот как-то об этом не говорите. Вот. А это очень важный момент. Вот. И, соответственно, на вот эти вещи все нужно вам свое внимание в первую очередь обратить. Да? То есть, выстраивать контакт с человеком. Очень важно, ну, находясь по возможности вот в таком ресурсном состоянии, да? Вот. А вы, на мой взгляд, в этом состоянии не находитесь, ну, не находитесь сейчас. Вот. И, соответственно, вам тяжело. Опять же, необходимо понимать, что контакт, ну, между вот двумя людьми, да, можно наладить только, если оба человека этого хотят. То есть, если есть что-то общее. Если есть у обоих людей, если есть такое желание, желание вот, ну, наладить общение. Если такое желание есть только у вас, например, вот, то у вас, конечно, ну, есть определенные ограничения. Вот. То есть, ну, ограничения они будут, потому что, ну, мужчина, например, не хочет. Вот. Также желательно, конечно, разобрать вот весь конфликт-кризис в ваших отношениях. То есть, вот вы говорите, да, что там ему казалось, что трава сильнее. Ну, дело не в том, что ему казалось трава сильнее, а дело в том, что его что-то не устраивало в отношениях с вами. И, судя по тому, что вы говорите, да, судя по тому, что вы описываете, на мой взгляд, вы, вероятно, не очень понимаете, что еще его таки не устраивало. То есть, ну, трава сильнее, это, ну, по сути, очень, очень такие общие, я бы сказал, слова, да, которые, ну, как бы ничего, по сути, не говорят. То есть, ну, ничего не раскрывают. Понимаете, да? То есть, вот у вас в вашем тексте вопросов довольно много сейчас неопределенностей. Вот. Довольно мало субъектностей, довольно мало раскрытия субъективной, то есть, вашей собственной стороны. Вот. И отсюда такая вот история. То есть, он звонит злой, я чего жду? Что он злиться не будет, да? Что он, ну, как бы, чувствует себя по-другому. Почему я тоже жду? Не понятно. Он звонит злой, я чувствую тоже злость. Почему я злюсь? Не совсем понятно. Дело не в том, чтобы вы не злились. Дело в том, чтобы вы замечали и понимали, что с вами происходит. Тогда и контакт наладить будет лучше. А может быть, может быть, вы не захотите вообще наладить контакт с ним. Вот. Что касается ребенка, да, вот, что касается того, что, ну, вот, он хочет забирать ребенка, да, там, ночевать, там, так далее, вы против, потому что он маленький. Ну, опять же, вполне возможно, что вы правы. Вполне возможно. То есть, вам решаться, как бы, отдавать ребенку, не отдавать ребенку, вот. Хотя, все-таки, конечно, лучше, наверное, к какому-то компромиссу здесь прийти. Вот. Но я не очень понимаю, как то, что он маленький, да, связано с тем, что вы не хотите, чтобы он начинал где-то. То есть, уверены ли вы, что дело в этом, а не в вашем, не в вашем, не принятие его другой женщины, потому что косвенно на это указывает то, что вы эту женщину называете барышней. Вот. Как бы. То есть, опять же, здесь, может быть, история про то, что вы не приняли его уход. И вам больно от того, что вот, типа, ну, вас, там, променяли, да, там, как там, часто бывает, на, вот, ну, променяли меня на, вот, кого-то там, другого. Вот. Это больно неприятно, но это реальность. И ребенок в этом смысле не должен разглачиваться, разглачиваться. Вот. Понимаете, да? В какой момент? Еще мне показалось, что когда вы описываете, вот, поведение своего мужа, говорите, что он там не смотрит в глаза, избегает встреч. Вот. Говорите, что у него все серьезно и так далее, как будто бы у вас, вот, есть тут надежда. Надежда на то, что он с ней, как бы, временно. Вот. Это большая проблема, если вам эта надежда руководит, если вы не показываете своему мужу, что вы живете дальше. Вот. Если вы не демонстрируете, как бы, вот, человеку, да, ну, что вы, вот, двигаетесь вперед, что вы не застреваете на нем, на мужа. Вот. Понимаете, да? Какой, какой здесь момент? Вот. Поэтому вот такие вот аспекты я вам хотел бы рассказать. С этим нужно работать. Это, как бы, эффективнее всего корректируется и прорабатывается в психотерапии, в том числе с правом развода. Вот. Анализируется ситуация в семье, да, и вырабатываются какие-то рекомендации по гармонизации отношений. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Я надеюсь, что это вам, ну, позволит, да, поможет начать над собой работу. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.